И всем привет, ребят, с вами с Романикой, я сейчас записываю новый ролик, сегодняшний видеоролик посвящен разговорной тематике, сегодня у нас появилось нереально большое количество новой интересной информации из нашего видеоблога, и я, если честно, посмотрев его только что, немножечко в шоке от того, что я увидел. Ну, уже совсем скоро стартует новых целых два жестких ивента, о которых мы сегодня вместе с вами быстро поговорим, если честно, это уже второй дубль, потому что я изначально не знал о том, что информация уже появилась на даже форуме, связанной с этим ивентом, и сейчас быстренько пробежимся и расскажем о всем том, что нам сказали в видеоблоге, плюс прочитаем информацию о новом ивенте на нашем форуме. По сути, если сказать вкратце, это новая война. Лайк прожимаем все, ребяточки, кто ждал ее, и я надеюсь, что это будет один из лучших ивентов, который был за последнее время. Давно у нас не было чего-то подобного. В видеоблоге у нас показали первый ивент и показали также второй ивент, который называется Потеря контроля, который будет у нас в конце следующей недели, который будет связан с еще одной мини такой заварушкой, мини дополнительным ивентом. Но я думаю, что о нем мы сегодня пока что говорить не будем, потому что он появится только через неделю. А поговорим как раз-таки о Аркаде. Также у нас должна была появиться ссылочка, вернее ссылочка-то есть, должна была появиться сама эта игра ивентовая, но пока что на нее, к сожалению, зайти нельзя. Как только появится возможность зайти на нее, я думаю, что я также запишу отдельный видеоролик, если там будет что-то интересное. В целом, называется эта вся игра, мини или ивентовая тема Аркада. С 21 ноября по 12 декабря уже начинается она и это будет поиск сокровищ. Если вам нужно будет купить в магазине спецушку с красочкой, вы попадаете в одну из четырех команд и при этом начинаете погоню за определенными призами. То есть, по сути, все работает, я как понимаю, так же само, как работало у нас на войне. То есть, вы пикаете определенную точку, если вы набираете большее количество звезд на них, то вы ее забираете. Если вы соприкасаетесь с двумя командами, то есть, кто больше наберет звезд на этой точке, тот ее и захватывает. Есть дополнительные призы, есть дополнительный хороший контентовый фарм, но все самое интересное, понятное дело, что начнется не с самого начала. Карта представляет собой определенное поле, можно будет также сменить фракцию за танкойны и это стоит удовольствие 700 танкойнов. То есть, круто было бы, конечно, если бы мы вместе с вами, все вместе могли бы за одну фракцию такую сражаться, но вы понимаете, что здесь есть доля рандома и не совсем понятно, как это все дело будет работать по итогу. Может быть, конечно, будет какая-нибудь фракция, которая будет доминировать в этой всей теме и тогда будет необходимость и интерес как раз-таки в ее смене. Специальный сайт пока что, как я сказал, не работает, но мы разберем сейчас всю информацию. Правило события. После распределения у каждой команды будет своя фишка, которую она будет передвигать по карте поиски сундука сокровищами. Сначала мероприятие сайт доступен, вас ждет карта острого сокровища, на которой вы вместе со своей командой сможете выбирать направление для каждого следующего хода. То есть, работает все так же самое, четко, как на войне. Время игры ограничено, но игра может закончиться досрочно. Если игроки не нашли все сокровища до окончания игры, то сокровища сгорают. Если игроки нашли все сокровища, то игра завершается досрочно. По сути, вам нужно пикать правильно точки, чтобы находить как раз-таки дополнительный предмет. При этом всем будет доступен металлоискатель, за танкоины можно будет его пополнить. И я так понимаю, что с этим металлоискателем будет четко понятно, на какой точке есть сокровища и куда надо пикать, чтобы как раз-таки их получить. Но пока что об этом информации нету, поэтому это лишь мои дополнительные предположения. Карта представляет собой поле с множеством клеток, по которым передвигаются. Так, каждая команда... Неразведанная часть карты полностью покрыта туманом. Он необходим для того, чтобы команда не заблудилась и знала, где она уже была. Каждая команда имеет собственную фишку на карте, с помощью которой она будет осуществлять передвижение, чтобы продвинуть фишку. Игрокам необходимо делать ходы. То есть вы делаете свой ход. Каждый ход игроки голосуют, на какую следующую клетку карты пойдет их команда. Для того, чтобы проголосовать, необходимо заработать 3 звезды за время хода. Голосовать можно только за соседние клетки, от той, на которой сейчас находится фишка команды. При этом не имеет значения, была ли команда ранее на этой клетке. Было ли на этой клетке противник. Если на этой клетке противник, попадет ли на эту клетку противник. Выбрав клетку, игрок не может изменить свой выбор. За каждые 3 заработанные звезды игрок получает 1 голос. Чем больше звезд у вас накопится за день, тем существеннее будет ваше влияние в ходе голосования. Опачки! И тут высоковольтный Серега выходит на охоту. 100% это будет решать как раз таки количество набитых звезд. В зачет идут только заработанные звезды. Ну, премиум аккаунт учитывается, а купленные и полученные за миссии звезды не будут учитываться. Выбрав клетку, игрок отдает все свои голоса за нее. Один ход занимает практически сутки. То есть, по сути, это время работы с 10 МСК до 10 МСК следующего дня. Но это война, чистая война, просто чистейшая. Все то же самое, что было, хотя Орех говорил, что войны не будет. А это 100% война. В сторону, куда по итогу больше всего отдадут свои голоса и будет осуществлен командный ход на карте. Важно, что в случае одинакового количества голосов за несколько лет, ход выбирается случайным образом. Значит, будем вместе грамотно голосовать. Перед началом следующего хода фишка команды передвигается. Туман рассеивается. Туман открывает новые поля карты только для собственной команды. Путь других команд не видим. Чтобы узнать, где находятся другие фракции, придется пошпионить. Ну, в принципе, один аккаунт за одну фракцию, другой за другую. И так уже можно, в принципе, понять, куда, чего, где ходить. Борьба команд за сокровища. В случае, если по результатам голосования нескольких команд сделали ход на одну и ту же клетку, клетку занимает больше по числу звезд команды. Остальные команды остаются на месте. Если число звезд одинаковое, то обе команды остаются на месте. В случае, если одна команда стоит на месте, а другая делает ход на ее клетку, стоящая команда считается обороняющейся, все заработанные звезды. Чистейшая война! Чистейшая! Просто все так же само работает. Входящая команда считается атакующей, все заработанные звезды будут считаться силой ее атаки. Команда, набравшая большее число звезд, побеждает. Если в случае победы обороняющейся команды, атакующие и обороняющие остаются на месте. В случае победы атакующей две команды меняются местами. В случае, когда несколько команд атакуют одну клетку, точка занимает команда с большей атакующей силой. В случае проигрыша обороняющейся команды, она занимает место той команды, которая победила в атаке. В случае, если команды делают ход на клетки друг друга, команды обмениваются клетками. То есть, по сути, это всё очень немножечко муторно, но ладно. Надеюсь, разберёмся по ходу дела. Металлоискатель. Все опытные кладоискатели используют этот предмет, чтобы найти сокровища как можно быстрее. Многие из вас знают игру горячо или холодно. Принцип работы нашего металлоискателя очень похож на неё. Во время хода и пока её голосования за направление движения, игроки могут просканировать ближайшие к своей фишке клетки карты металлоискателем. Приходя на клетку, металлоискатель обновляет статус на новой клетке, проверяя расстояние до ближайшей клетки с сокровищами. Опачки! Это сапёрчик? Конкретный сапёрчик. В сапёрчика будем играть, чат. То есть, по сути, с металлоискателя можно чётко понять, где находится ваше сокровище, где как раз-таки меньше ходов до неё. Туда и надо газовать. Просканировать клетку можно с помощью танкоинов. Суммарная стоимость сканирования одной клетки. Две тысячи танкоинов с командой. Минимальный платёж от игрока 10 танкоинов. Ну, в принципе, я думаю, что если у нас команды, как говорится, будут иметь донатеров, они смогут проспонсировать. Ну, либо каждый просто по десяточке скидывается. И точечку сканируем. Сокровища. Теперь расскажем о самом главном, о цели события сокровища. Команды нужно будет найти на карте сундуки с сокровищами. Они будут спрятаны на специальных клетках на карте. Получение сокровища. Когда команда встала на клетку с сокровищем, она должна потратить ход, чтобы его выкопать. То есть, голосование становится недоступным, а игроки проводят один ход на месте. Чтобы получить сокровища, команда должна не потерять контроль над клеткой с сокровищем. При смене команды на точке, где копают, новая команда автоматически начинает копать. Но это уже не танки онлайн, это уже какой-то копатель онлайн получается. Либо, я не знаю, в майнкрафт какой-то мы там заходим в шахту какую-то, окунаемся. Боже, что это за грязь. Из сундуков вы можете получить следующие предметы. Суточку голдов, тысяча мин, тысячу танкойнов, тысячу ремочек, тысячу повышенной защиты, тысячу повышенного урона, тысячу ускорений. Устройство снаряды Nanotec для пушки Гром. Это какое-то новое устройство. Устройство пусковая установка Смерч для пушки Скорпион, новое устройство. Скорпион Пульсар, новое устройство. Дрон Кризис. Не самое интересное устройство. Пусковая установка Джавелин для пушки Скорпион. Боже, что это вообще за грязь. Защитный модуль Броненосец. Только после завершения игры сундуки будут открыты и все игроки в составе команды получат призы. Чат и команды для более удобной координации между игроками. В чате лобби игры будет создан отдельный чат канал для каждой фракции. Игроки доступ к той фракции, в которой он состоит в данный момент. Там все участники смогут обсудить тактики, действия соперников и результаты ходов. Боже, это просто грязь. Конкретная. Жестко. Очень жестко чат. Если честно, я сначала посмотрел только видеоблог и не видел всего этого поста. Но сейчас я понимаю, что это жесткая война, в которой есть возможность не кисло зафармить и новые устройства, и танкойны, и голды. Ох, да. Я думаю, что это точно достойно лайка. Ожидаем начала уже 21 ноября. Уже 21 ноября стартует эта вся темка. Это получается у нас с понедельничка. И продлится до 12 декабря рестарта. Посмотрим, сколько сокровищ мы сможем зафармить. Когда откроется еще этот сайт игры, я думаю, что мы также на него зайдем. Делитесь всеми эмоциями. Пишите, что вы поняли из всего мною прочитанного. Но одно могу я сказать точно, что это будет очень неплохая формилочка, в которой нужно правильно и грамотно действовать. И надеемся, что сумеем залететь все в одну, как говорится, фракцию и начать погоню за сокровищами. Поддерживайте обязательно данный видос лайком. Подписывайтесь на канал, если вы еще вдруг не подписаны. Нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать новую информацию. Да начнется что-то жесткое. Следите за стримами, следите за новыми видеороликами. Надеюсь, что я смогу за всем этим делом следить, контролировать и, конечно же, делать правильные решения по ходу этого ивента. У меня, друзья, на этом все. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи и всем пока.